После завершения службы православные крестным ходом отправились на каму. Здесь заранее была вырублена иордань, но чтобы приступить к священному обряду, нужно было ее осветить. Службу провел настоятель храма святого Иоанна Кронштадтского, протеерей Георгий. Кстати, такое расположение Иордании не случайно. По канонам она должна быть вырублена именно в ту сторону, куда смотрит крест на соседней церкви. Одним из первых окунулся отец Георгий. Ну ладно, слава богу. Его примеру последовали нижнекамцы, которые стали собираться на каме с самого утра. Крещенские морозы в этом году не наступили. Температура воздуха была минус 3 градуса, воды плюс 5. Нормально. Как будто заново родился. Ну, очень приятно. Как будто заново родился такой, бодренький сразу. Все, что за год накоплено, все ушло туда. Бог есть, он нас очищает. Поэтому называется крещение. О, тепло, одновременно, холодно. Тяжело объяснить, но стоит попробовать всем. Отлично. Для первого раза отлично. Хочу напомнить слова Иоанна Крестителя. Перед тем, как он людей крестил, он им говорил. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Для того, чтобы в нашей жизни произошли хорошие изменения, чтобы Господь всегда был с нами, надо для Него очистить душу. Покаяние. Всех вас призываю к покаянию, чтобы Господь вошел в наши души и руководил нашей жизнью. На Святом Ключе горожане набирали воду из родника. Считается, что сегодня она обладает чудотворными свойствами. У родника собралась километровая очередь. Вода освещенная, значит, нужно пить полезно. Это святая вода, она от всего. От всего. В недобрую минуту. В плохом состоянии. Просто испытательность. Это вековая традиция уже. Мы каждый год сюда приходим. Набираем воду. Также на Святом Источнике была организована и освещена купель. Кстати, на данный момент и Ордань на реке Кама уже закрыта. Так что сейчас окунуться можно только в Камо.